Беседы Христа последних дней Человек не может быть спасен верой в религию или участием в религиозных обрядах. Что такое вера в Бога? Равноценна ли вера в религию вере в Бога? Верить в религию значит следовать за сатаной. Верить в Бога значит следовать за Богом. И только те, кто следует за Христом, по-настоящему верят в Бога. Тот, кто ни в малейшей степени не принимает Божьи слова как свою жизнь, не является истинно верующим в Бога. Он язычник, и сколько бы лет он не верил в Бога, все впустую. Если верующий в Бога только принимает участие в религиозных ритуалах, но не практикует истину, то он не является верующим в Бога и Бог не признает такого человека. Чем ты должен обладать, чтобы Бог признал тебя своим последователем? Знаком ли ты с эталоном, по которому Бог оценивает человека? Бог оценивает, все ли ты делаешь в соответствии с его требованиями, практикуешь ли ты истину на основании его слов и подчиняешься ли ей? Таков эталон, по которому Бог оценивает человека. Божья оценка основана не на том, сколько лет ты веришь в Него, как далеко ты путешествовал, сколько хороших поступков совершил или сколько слов и доктрин понял. Он оценивает тебя потому, стремишься ли ты к истине и какой путь ты выбрал? Многие люди на словах верят в Бога и славят Его, но в глубине души им не нравятся слова, произносимые Богом. Их не интересует истина. Они неизменно верят, что жизнь по сатанинской философии или различным мирским теориям – это то, как живут нормальные люди, что именно так можно защитить себя и что именно так можно жить в мире достойно. Разве это люди, люди, которые верят в Бога и следуют за Ним? Нет. Слова великих и известных людей звучат особенно глубокомысленно и легко могут ввести других в заблуждение. Ты можешь считать их слова истиной или кредо, которым нужно следовать. Но если, когда дело касается слов Божьих, обычного требования, которое Он предъявляет к людям, быть честным человеком, послушно и безропотно занимать свое место, исполнять свой долг сотворенного существа, неизменно демонстрировать честное поведение, ты не можешь притворять эти слова, в жизнь и не считаешь их истиной, значит, ты не следуешь за Богом. Ты утверждаешь, что практикуешь истину, но если Бог спросит, являются ли те истины, которые ты практикуешь, словами Бога? Основаны ли принципы, которых ты придерживаешься на словах Бога? Как ты ответишь? Если твоя опора не слова Божьи, тогда это слова Сатаны. Ты воплощаешь слова Сатаны и тем не менее утверждаешь, что практикуешь истину и угождаешь Богу. Разве это не богохульство? Например, Бог учит людей быть честными, однако некоторые люди не задумываются над тем, что на самом деле значит быть честным человеком. Как это притворять в жизнь? Что из того, что они воплощают и являют, является нечестным, а что честным? Вместо того, чтобы вдуматься в сущность истины в словах Божьих, они обращаются к книгам неверующих. Они думают, высказывания неверующих тоже очень хороши, и они учат людей быть хорошими. Например, добродетельный человек весь свой век благополучен. Простодушные люди всегда восторжествуют. Прощать других не глупо, это впоследствии приносит пользу. Эти утверждения тоже верны и соответствуют истине. Итак, они придерживаются этих слов. Какими людьми они будут в жизни, соблюдая эти поговорки неверующих? Смогут ли они воплотить истину реальность? А ведь таких людей довольно много. Они набрались кое-каких знаний, прочли несколько книг и несколько известных произведений. Они немного разобрались в происходящем и услышали несколько известных высказываний и народных пословиц, а затем приняли все это за истину и стали поступать и исполнять свой долг в соответствии с этими словами, применяя их в своей жизни, верующих в Бога, и думая, что они угождают Божьему сердцу. Разве это не подмена истины ложью? Разве это не обман? Это богохульство. Подобное присутствует в каждом человеке и в немалом количестве. Разве те, кто относится к приятным словам и правильным доктринам людей как к истинам, согласно которым надо жить, игнорируя при этом слова Божьи, которые так и не были усвоены? Сколько бы раз они не были прочитаны и которые не рассматриваются как истина, разве они верят в Бога? Разве такие люди следуют за Богом? Такие люди верят в религию, они все еще следуют за сатаной. Они верят, что слова, сказанные сатаной, это философия и традиции, что они несут в себе большую глубину. Они считают их известными высказываниями, в которых заключена чистейшая истина. Отказаться от этих слов для них это было бы равносильно потере основы своей жизни, опустошению своей души. Что это за люди? Это последователи сатаны, и именно поэтому они принимают известные высказывания сатаны за истину. Можете ли вы проанализировать и распознать различные состояния, в которых вы пребываете в разных ситуациях? Например, некоторые люди верят в Бога и часто читают его слова. Но когда с ними что-то случается, они всегда говорят «Моя мать говорила», «Мой дедушка говорил», «Такой-то известный человек однажды сказал» или «В такой-то книге говорится». Они никогда не говорят «Божье слово гласит так». Божьи требования к нам таковы. Так говорит Бог. Они никогда не произносят этих слов. Следуют ли такие люди за Богом? Легко ли заметить эти состояния? Нет, нелегко, но они приносят большой вред людям, которые в них пребывают. Возможно, ты веришь в Бога 3, 5, 8 или 10 лет, но все еще не знаешь, как покоряться Ему или практиковать Божьи слова. Что бы с тобой ни случилось, ты все равно опираешься на сатанинские слова. Ты все еще ищешь опору в традиционной культуре. Разве это вера в Бога? Разве ты не следуешь за сатаной? Ты живешь сатанинскими словами и сатанинским характером. Так разве ты не противишься Богу? Поскольку ты не практикуешь и не живешь по Божьему Слову, не следуешь по Его стопам, не внемлешь тому, что Он говорит, и не можешь покориться, независимо от того, что Бог планирует или требует, ты не следуешь за Богом. Ты все еще следуешь за сатаной. Где находится сатана? В сердцах людей. Философия, логика и правила, а также различные дьявольские слова сатаны уже давно укоренились в сердцах людей. В этом самая серьезная проблема. Если в своей вере в Бога вы не сможете решить эту проблему, то не сможете быть спасены им. Поэтому вам нужно часто сверять все свои поступки, мысли и взгляды, а также основания для своих действий с Божьими словами и мысленно анализировать это. Вы должны знать, что в вас является философиями отношения к миру, народными поговорками и традиционной культурой, а что порождено интеллектуальным знанием. Вы должны знать, что из этого вы всегда считали правильным и соответствующим истине, чего вы придерживаетесь, как если бы это было истиной и чему позволили занять место истины. Вы должны проанализировать это. В частности, если вы относитесь к вещам, которые вы считаете правильными и ценными, как к истине, то распознать их вам будет непросто. Но как только вам это удастся, вы преодолеете огромное препятствие. Эти вещи мешают людям понимать Божьи слова, практиковать истину и покоряться Богу. Если ты провел весь день в смятении и бездействии, не задумываясь об этих вещах и не сосредотачиваясь на решении этих проблем, значит они корень твоего недомогания, яд в твоем сердце. Если от них не избавиться, ты будешь не способен истинно следовать за Богом, не сможешь практиковать истину или покоряться Богу, и у тебя не будет пути к спасению. Теперь, когда мы побеседовали об этих вещах, задумались ли вы о собственных состояниях, идеях или предвзятых точках зрения, противоречащих Божьим желаниям, Божьим требованиям и истине, но которые вы считали истиной, а также притворяли их в жизнь и придерживались как таковых? Я считала, что человек должен стремиться быть хорошим, таким, кто всем нравится и с кем все хотят общаться. Пока я не понимала истину, это стремление казалось мне оправданным и правильным. Но теперь, соизмеряя это с истиной, я понимаю, что такой человек является человекоугодником. Особенно прочитав разоблачение Божье о лживых людях, я поняла, что поступая так, имела лживое намерение и стремилась во всем сохранить свою репутацию и статус, угождая другим, создавая у них ложное впечатление и вводя их в заблуждение. Иногда, чтобы угодить другим, я даже жертвовала интересами Дома Божьего. Я вовсе не была хорошим человеком и не обладала подобием настоящего человека. Обнаружив эти вещи, я захотела искать истину и быть честным человеком в соответствии с Божьими требованиями, а не человекоугодником. Мне хотелось быть тем, кто говорит по существу и правдиво, кто прямолинеен во всем, ибо это соответствует намерениям Божьим. В течение этого периода я заметил, что сосредоточился на изменениях во внешнем поведении. Например, когда некоторые братья и сестры говорили мне, что я заносчив и со мной нелегко сотрудничать, я старался быть с ними любезным и обсуждать вещи в мягкой дружелюбной манере. Я делал все, что они мне говорили. И если видел, что кто-то допустил ошибку при выполнении долга, то не указывал на это, а сохранял мир и гармонию. Слушая сейчас беседу Бога, я понял, что не действовал согласно Божьим словам. Я поступал согласно сатанинской философии отношения к миру. Я использовал свое внешне хорошее поведение, чтобы вводить других в заблуждение, и на самом деле мой развращенный характер не был отброшен. Я не был человеком, стремящимся к истине, и потратил много времени впустую. Теперь вы способны воспринять и осознать некоторые неверные точки зрения и практики из прошлого, но они дорого обходятся, когда вы практикуете истину. Поняв и осознав эти состояния, что вы думаете и чувствуете по поводу бедственного положения развращенного человечества? Почувствовали ли вы, что развращенное человечество твердо и жестко контролируется сатаной? Вы осознали это? Когда вы осознали это? Тогда, когда я хотел практиковать истину, но оказался взят под контроль и скован сатанинской природой. В душе я боролся, но не мог практиковать истину, как если бы на мне были кандалы. Это было мучительно. Чувствовали ли вы тогда, что сатана вызывает предельную ненависть? Или же вы со временем онемели и уже не могли испытывать ненависть? Осознали ли вы крайнюю необходимость Божьей работы по спасению человечества? Можете ли вы понять, что слова и истины, которые выражает Бог, включая те, которые разоблачают человечество, являются реальностью? Что в них нет ни единой фразы, которая не была бы реальной, и что все они полностью соответствуют фактам, что это слова, в которых больше всего нуждается человечество для того, чтобы принять истину и спастись? Человечество отчаянно нуждается в Божьем спасении. Если бы Бог не воплотился, чтобы совершить свою работу, если бы Бог не выразил так много истин, где бы человечество нашло путь к спасению? Все упования на сатану и злых духов в ожидании знамений и чудес приведет к гибели. Люди, живущие по сатанинской философии, логике и законам, подлежат уничтожению. Теперь вам это известно? Если вы просто осознаете это, этого недостаточно. Это просто стремление сердца к Божьему спасению. Можете ли вы принять истину, принять суд и обличение и избавиться от своего развращенного характера? Вот ключевые вопросы. Верующие в Бога должны любить истину и позитивные вещи, а также ненавидеть зло и все, что исходит от сатаны. Они должны сосредоточиться на самоанализе, самопознании и умении распознавать проявления своего развращенного характера. Они должны ясно видеть, что их природа-сущность отвратительно и порочно, противно и ненавистно Богу. Они должны быть способны чувствовать отвращение к самим себе и ненавидеть себя до глубины души. Только тогда у них появится решимость и сила, чтобы вырваться из оков и ограничений сатанинской природы и сбросить их, практиковать истину и подчиниться Богу. Без этой решимости тебе будет трудно практиковать истину, даже если от тебя потребуется это сделать. Людям приходится бороться до полусмерти в таких состояниях, как зависимость, манипуляции, пытки, разорение и негативные последствия своего развращенного характера. Только когда человек испытывает боль от этого, он начинает ненавидеть сатану и исполняется решимости все изменить. Только после перенесенных страданий у людей появляется решимость и мотивация для того, чтобы стремиться к истине и освободиться от всего этого. Если тебе кажется, что вещи, исходящие от сатаны, не так уж и плохи, что они могут удовлетворить плоть и осуществить представления и фантазии людей, их непомерные желания и различные предпочтения, не вызывая при этом никакой боли и не давая почувствовать, как жестоко сатана обходится с людьми, то готов ли ты освободиться от всего этого? Предположим, лживый человек знает, что он лжив, что он любит обманывать и не любит говорить правду, и что он всегда что-то скрывает в своих отношениях с другими, но он упивается этим, думая «так жить прекрасно». Я постоянно пускаю другим пыль в глаза, но они не могут поступать так же со мной. Что касается моих интересов, гордости, статуса и тщеславия, я почти всегда удовлетворен. Все без сучка, без задоринки идёт по моим планам и никто не может меня раскусить. Готовы ли такие люди быть честными? Не готовы. Такой человек считает, что лживость и изворотливость – это ум и мудрость, то есть положительные качества. Они дорожат этими качествами и не могут обойтись без них. Это идеальный способ поведения и единственно благодатный образ жизни, думают они. Это единственно ценный образ жизни, заставляющий других завидовать мне и восхищаться мной. Не жить согласно сатанинской философии было бы глупостью и идиотизмом. Я бы всегда был в проигрыше. Подвергался бы издевательствам, дискриминации, со мной обращались бы как с лакеем. В такой жизни нет никакой ценности. Я никогда не стану честным человеком. Откажется ли такой человек от своего лживого характера и станет ли он честным? Разумеется, нет. Как бы долго такие люди не верили в Бога, сколько бы проповедей они не слышали и сколько бы истин не постигли, они никогда не последуют за Богом по-настоящему. Они никогда не последуют за Богом с радостью, потому что чувствуют, что для этого им придется от многого отказаться, от многого отречься, пережить боль и потери. Для них это недопустимо. Они думают, вера в Бога – это вера в религию. Быть верующим только на словах, иногда хорошо себя вести и иметь что-то для духовного пропитания, только и всего. Не нужно идти на жертвы, страдать или от чего-то отрекаться. Если человек верит в своем сердце и говорит, что он признает Бога, то такая вера в Бога позволит ему спастись и войти в Царство Небесное. Как велика такая вера! Смогут ли такие люди в конце концов обрести истину? Не смогут. Почему они не смогут обрести истину? У них нет любви к положительным вещам. Они не жаждут света. Они не любят Божий путь и истину. Им нравится следовать мирским тенденциям. Они очарованы славой, выгодой и статусом, любят выделяться из толпы, преклоняются перед славой, выгодой и статусом и почитают великих и знаменитых, но на самом деле они почитают бесов и сатану. В душе они не стремятся к истине или положительным вещам, а вместо этого почитают знания. В своем сердце они не одобряют тех, кто стремится к истине и свидетельствует о Боге. Вместо этого они одобряют и восхищаются людьми, обладающими особыми талантами и дарами. В своей вере в Бога они не идут путем стремления к истине, а стремятся к славе, выгоде, статусу и власти. Они стремятся быть коварными, побеждать с помощью блестящих уловок. Они стараются войти в высшие слои общества, чтобы стать знаменитыми и великими людьми. Они хотят, чтобы их встречали с обожанием и радушием на всех мероприятиях, куда бы они ни пошли, и желают быть для всех кумирами. Вот какими они хотят быть. Что это за путь? Это путь бесов, путь зла. Верующий в Бога не пойдет по такому пути. Они используют сатанинскую философию и логику. Они используют сатанинские уловки и хитрости при любой возможности, чтобы обмануть личное доверие людей, заставить поклоняться себе и следовать за собой. Это не тот путь, по которому следует идти верующим в Бога. Такие люди не только не будут спасены, но также подвергнутся Божьему наказанию. И в этом не может быть ни малейшего сомнения. На каком основании принимается решение, может ли человек быть спасен или нет? Оно основано на том, могут ли люди принять истину, подчиниться Божьей работе и идти путем поиска истины. Его определяют эти факторы. Каков путь, следуя которому можно обрести Божье спасение в вере? Необходимо следовать за Богом, внимать Его словам, подчиняться Его руководству и обустройству и жить в соответствии с Его требованиями и истиной. Это единственный путь, следуя которому можно обрести спасение. Субтитры создавал DimaTorzok